Ярославль начался финал конкурса на лучшую воинскую часть по содержанию вооружения и техники Воздушно-космических сил России. На территории училища ПВО прошла торжественная церемония открытия. Наш ВУЗ впервые удостоился этой чести как призер прошлогоднего конкурса. Яна Хромова с подробностями. Товарищ генерал-лейтенант Ярославская, Высшее военное училище противовоздушной обороны и представители воинских частей к участию в четвертом этапе конкурса на лучшую воинскую часть по содержанию вооружения, военной и специальной техники готовы. На плацу ярославские курсанты, будущие офицеры воинских частей ПВО и представители девяти частей разных родов военно-космических сил страны. Эти девять были отобраны из действующих 220 частей России и теперь поборются за звание лучших. Цель конкурса очень простая – привести состояние техники в такое, чтобы в любой условиях обстановки, в любое время мы могли спокойно приступить к выполнению своих задач. Вот это самое главное. В течение трех недель комплексная комиссия будет выезжать с проверками в воинские части и досконально изучать все нюансы, касающиеся техники. Обеспеченность содержания и эксплуатации военной техники, состояние ремонтных органов, состояние метрологии, эксплуатации и так далее. Главный из критериев – обеспеченность вооружением и техническое состояние. Первый на достаточно высоком уровне. От 80 до 100% российские военно-космические силы укомплектованы современными образцами военной техники. К примеру, в Ярославском училище ПВО есть весь спектр современного вооружения. Зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, радиолокационные станции дальнего обнаружения, зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С». Этот новейший образец предназначен для защиты и господствования в воздухе и уничтожения всех аэродинамических целей. Он имеется в войсках, и данный образец вооружения несет боевое дежурство в Сирийской Арабской Республике. Военная техника и вооружение, отмечают специалисты, шагнули далеко вперед. Требуют новых знаний, но проще в обслуживании. Поддержание вооружения в отличном техническом состоянии – задача командиров на местах. Например, в воинской части Печоры личный состав чуть ли не пылинки сдувает с каждой единицы вооружения. Каждый водитель, за которым какая-то единица вооружения, военно-специальной техники закреплена, он ее обслуживает, подкрашивает. Тем более сейчас еженедельно проводятся парковые дни, то есть и время для этого специально выделено, и все эти вопросы, они контролируются. Старт дан. Комиссия приступает к работе. Победители определятся в конце августа. Яна Хромова, Михаил Орлов. Новости города.